Володя, давай начнем сначала не со спортивной твоей жизни, а с твоей трудовой деятельности, а точнее со службы. Ты закончил Брянскую... Брянская... Среднеспециальная школа милиции. Школу милиции и практически всю свою жизнь посвятил службе в милиции. Расскажи, что это была за служба, в какой должности, в чем заключалась у тебя служба? Давайте с самого начала, по разговору. В 1997 году я поступил в Брянскую среднеспециальную школу милиции ВВД России. В настоящее время она закрыта, их ликвидировали в 2011 году. Закончил ее в 1999, и с 1999 года я в Тульской области, в УВД по Тульской области, занимал должности оперработника, в уголовном розыске работал, работал в отделении по борьбе с экономическими преступлениями. И, наверное, последний с 2011 года занимал должность начальника отдела кадров, помощника начальника МВД межмуниципального отдела внутренних дел, Олексинский. Ага, и вот еще в одном из интервью твоих я видал такую информацию, что в 2004 году у тебя была рабочая командировка на Северный Кавказ. Вот расскажи, насколько серьезная командировка была, чем ты там занимался, с какой целью ты туда ездил? В 2003 году я просто закончил Тульский филиал Московского юридического университета, потом был переведен на службу в отделение по борьбе с экономическими преступлениями. И в 2004 году у нас как разнарядка, и на полгода с января месяца по июль 2004 года я находился в служебном командировке на Северном Кавказе. Мои обязанности там, как бы сказать, широкий спектр. Во-первых, мы по тем временам занимались паспортный режим проверка, занимались, можно сказать, компенсация жилья, выплат денежных, компенсации по поводу разрушенных во время первой и второй чеченской кампании. То есть, как бы проверка, непосредственно работа по экономическим преступлениям, выявления незаконного нефтедобычи, незаконной алкогольной промышленности, то есть, как бы этой вот продукции. Ну, также фальшуманечество, то есть, занимались мы по поводу незаконной порубки. Ну, звучит, обязанности звучат довольно-таки серьезно. Экономические преступления – это очень ответственная задача. И вот сейчас, насколько я знаю, ты закончил службу, да? Вообще, в 2018 году я вышел на пенсию, подставку. То есть, я подполковник внутренней службы в отставке. На момент выхода на пенсию у меня 23 года службы, то есть, что позволило, как бы получить пенсию. Да, а вот ты вышел в связи с чем? Ведь, в принципе, возраст еще позволяет дальше, наверное, работать. Ну, позволяет. Просто нужно было выбирать между кореей, ну, как бы службы и вот именно спортивной работой. Ну, я решил я немножко, как бы, распрощаться со службой, чтобы найти себя в другом. Ну, с точки зрения деревового спорта, это хороший выбор ты сделал. Ну, и дальше уже тогда вот перейдем все-таки к спортивной твоей жизни. Но начал ты свою спортивную жизнь не с гиревого спорта, а с пауэрлифтинга. Вот расскажи о том, какие у тебя были результаты в пауэрлифтинге, чего ты в нем добился. Нет, вообще-то, наверное, будем говорить откровенно, я начинал, можно сказать, я начинал в свое время, считай, с 8 лет меня отдали. Начинал бороться, я занимался самбо, дзюдо, карате. Потом уже... Попробовал много всего. Потом с 16 лет, как все мальчишки, наверное, в 90-х годах, в качалке. Я думал, стрелял по бутылкам. Это уже потом. То есть, получается, в 97-м году, когда в школе милиции, наверное, вот там я первый раз познакомился с гиревым спортом. Вперед все-таки у меня был, наверное, гиревой спорт. То есть, как бы, в 97-м году он являлся прикладным, как бы, участие в спартакиадах, именно МВД. То есть, я в 97-м году выступал за брянскую школу милиции и на спартакиаде «Динамо» в Брянске. Но там еще каких-то специальных тренировок не было, то есть, просто... Ну да, там обычно, как бы, просто на... Ну, выбрали здорового парня и... Ну, я до этого качался, как бы, и гирю, вроде, показали, как надо делать. Но я по тем временам, будем говорить, все равно толкал раз в 60-24-ку. Без специальной подготовки, да? Но, тем не менее, в это время ты занимался пауэрлифтингом. Ты все-таки имеешь звание мастера спорта в пауэрлифтинге. Пауэрлифтингом я начал заниматься с 2000-го года, уже работая в органах внутренних дел. Вот. И начал заниматься в Тульской области. Вот. Это... Начал с 2000-го года. В 2005-м году, после командировки на Северном Кавказе, у меня покорился норматив мастера спорта. Выполнил на... Тогда еще открытый... Проводился открытый чемпионат Москвы. Еще даже поддельным видом упражнений, то есть... Вот. И лучшие результаты у меня в пауэрлифтинге у меня присед 300 килограмм. Жим 230 и 290 у меня была тяга. В весовой категории выступал до 110 килограмм. До 110, да? Так. Ну и тогда, наверное, вот как раз уже перейдем к гиревому спорту. Как вот все-таки, если взять пауэрлифтинг, на тот момент это было твое основное спортивное увлечение. И гиревой спорт – это совершенно другой вид спорта. Вот по специфике, по своей... Как ты так решил перейти, в общем-то, настолько в другой вид спорта? Ну, было, можно сказать, у меня была травма серьезная, отрывы грудной мышцы. И вот. И почти я год не занимался. И как бы на пауэрлифте... Ну, занимался я последнее время уже, когда лифтингом занимался, именно жимовый. Ну, жим. Но в связи с тем, что у меня была травма, у меня больше дальнейшей третировки продолжить было нельзя. И я решил попробовать вернуться к гиревому спорту. Что-то посмотрел, мне тоже захотелось выполнить норматив «Мастер спорта». Ну, и, в общем-то... И для того, чтобы хоть как-то поддержать свою спортивную форму, потому что после травмы я даже отжаться от пола него. Понятно. То есть, и начал потихоньку, начал занятие как? Ты самостоятельно вначале начал или что? Вот сейчас ты тренируешься под руководством Михаила Александровича Трофимова. И, ну, он все-таки, ты сам из Тульской области, он сам... А Михаил Александрович... Начинал я, будем сейчас сказать, этот, скажу, начинал тренироваться, можно сказать, как по книжкам. Нашел я, наверное, Воропаеву. Воропаев. Воропаев. Наверное, я попробовал, начал тридцать двойки поднимать. Потом все-таки нашел в интернете контакты тогда Сергея Николаевича Мишина. Позвонил ему. Позвонил потом Михаилу Санычу Трофимову. Потому что где я проживаю, допустим, и Калуга, у нас 60... Разница 60 километров. То есть, можно доехать, ну, уже как бы в доступности. Позвонил им и попросился, как бы, поучаствовать на чемпионате области. Они не отказали, я приехал. И вот с 11-го года я попробовал на чемпионате области, с тридцать двойки выступил. А там меня уже пригласили. Говорит, не хочешь съездить на первые, наверное, свои зональные соревнования в Рыбинске. А, вот. То есть, первые соревнования у меня в Рыбинске были, да. И, ну, то есть, на тот момент ты еще, по сути, занимался сам самостоятельно, да? Сам самостоятельно. То есть, ну, норматив кандидата в мастера спорта, можно так сказать, что я выполнил на первых соревнованиях, когда по области. Я пришел, я 75 раз столкнул, тридцать двойку. И по 45, наверное, порвал. Тридцать двойку уже 75 раз при самостоятельной подготовке. И при этом ты еще на тот момент весил, наверное, за сотку, да? Где-то килограмм под 105. Ага. И вот еще такой момент. Вот это был как раз примерно 2011 год, да? И на чемпионате России 2011 года у тебя в протоколе тренер стоит Сергей Николаевич Мишин. То есть, ну, то есть, был это как первый твой контакт, да? Ну, первый контакт, да. Мы начинали с ним, наверное, тренировок несколько провели, но... Понятно. И вот дальше такого, наверное, общего плана вопрос. То есть, как сейчас твои тренировки проходят? Ты все-таки тренируешься у себя дома? И бываешь ли ты вот со своим тренером сейчас, вы вживую как-то видитесь, тренируешься ли ты у него на его базе? Или это, в общем-то, только какие-то телефонные разговоры, какие-то... Нет, мы как бы продолжаем постоянно. Во-первых, телефонные разговоры – это одно, то есть, как каждое у меня задание, ну, каждая тренировка, я созваниваюсь. И плюс, допустим, наверное, все международные старты, я стараюсь к нему приезжать и хотя бы недельку, полторы недельки проводить перед стартом. Приличное присутствие. Да, да. Тренировки проводить вместе. Давай еще немножко поговорим о твоих тренировках. Вот, ну, насколько я слыхал и даже временами видал на соревнованиях, видал, возможно, не полные объемы твоих тренировок, а разминки. Ну, вот, все говорят о очень диких объемах твоих тренировок. Вот, ну, немножко расскажи примерно, что ты делаешь вот в такие подготовительные к соревнованиям тренировки, что, может, какие-то примеры тренировочных планов, как-то, ну, чтобы понять, какой объем ты поднимаешь за тренировку. Ну, если как бы конкретно сказать, ну, да, тренировки перед, допустим, основными стартами у меня гиревая тренировка занимает, бывает, то есть, как бы, понедельник, вторник, четверг, пятница. То есть, я тренирую, да, понедельник и четверг цикл, а вторник и пятницу тренирую двоебори классические. То есть, я не разделяю толчок и рывок, то есть, тренирую это все в одно. Сейчас вот пока мы будем говорить, что межсезонье, да, после стартов серьезных, допустим, перед чемпионатом мира, перед Кубком России. Вот сейчас у меня пока подготовительная часть идет, вот у нас неделька прошла, сейчас, может быть, до конца этой недели. Ну, я сейчас тренирую, допустим, мы идем цикл один день, в среду тренирую толчок, в пятницу тренирую рывок. Это сейчас. Потом опять выйду на объем, допустим, четыре тренировки гиревых в неделю. Вот, по объему, ну, как бы, толчковый бывает. Обязательно делаю, допустим, заминку, тяжелую, ну, с легкими гирями. Рву то же самое, как бы, больше, там, 10-12 минут. Это уже, причем, получас после толчка, да, после толчковой тренировки? После толчковой, да. То есть, еще и идешь... И рывок, да. То есть, допустим, и рывковый, когда происходит тренировка, да, там, порвалы, заминку, допустим, делаешь, объем. Ну, когда, будем говорить, вот, толкали, это вот в Кирове просто, что снимал Сергей Васильевич Меркулин, там, пробовали мы с ним снимать. Ну, там у меня было, надо было потолкать тридцатки сто раз, толкнуть двадцать шестерки сто раз. После этого уже? Ну, это без отдыха. Вообще без отдыха. Без отдыха. То есть, толкаешь сначала тридцатку, толкаешь двадцать шестерку и толкаешь двадцатку сто раз. Три по сто без отдыха. Да, три по сто и войти примерно во время, чтобы там не, допустим, 15-16 минут, чтобы по времени. Вот, и потом, после этого, как бы, еще рывок. И рывок тридцать двойка, три плюс три минуты, и сразу же без отдыха двадцать восьмерка, три плюс три. Три плюс три, имеешь в виду по рукам, три плюс три, да? Угу. И без отдыха еще двадцать восьмерка, да? Ну, надо сказать, объем очень неплохой. И при этом еще у тебя присутствуют и какие-то дополнительные упражнения УФП, да? УФП приседания, становая тяга. Ну, допустим, я стараюсь каждую тренировку все равно делать гиперэкстензию на низ спины, пресс. Допустим, грудные мышцы и плечи, я плечи стараюсь только прокачивать заднюю дельту из-за того, чтобы, как бы, держать. А вот тренировки на вынос или функциональные тренировки пикета используешь? Бег. Бег, то есть, в основном бег. Бег, ну, в основном бег, потому что зимой у нас хоть и есть когда-то лыжи, но лыжи, как бы, все равно надо бегать. И, как мы разговаривали, сколько с многими ведущими спортсменами, все равно лыжи дают функционалку, дают функционалку. Но надо перед этим хотя бы хоть размяться, те же самые, ту же самую пятерку, тройку пробежать, а потом можно, да, там, пятнадцать километров и на лыжах проехать, потому что другая нагрузка. То есть, пятерку, тройку по снегу, это размяться перед пятнашечкой на лыжах, да? Хорошо, неплохой объем, да. Ну и вот по бегу тоже, тоже как-то, по-моему, на соревнованиях, наверное, в Обнинске, как раз на турнире, что ли, мы разговаривали про твои бега. И тоже тогда какие-то ты такие беговые объемы называл, очень немаленькие. Ну вот я сейчас, как бы, вот просто, как бы, говорю по тренировкам, вот стараюсь перед тренировкой, перед основной гиревой, я стараюсь пробежаться где-то пятерочкой, пробегаю, тридцать минут бегаю. Ну как бы перед тренировкой, пять километров я, именно, чтобы засекаю пять километров, я пробежал, и потом идет тренировка. А в заминку еще происходит, сейчас просто, пока еще межсезонье, можно позволить себе, еще могу поиграть в бобинтон, побегать после этого. Ну, а вот, например, ты назвал понедельник-вторник у тебя тренировочные дни и четверг. Понедельник, среда, пятница, ну сейчас вот, на данном этапе, да. А вторник-четверг у меня получается беговая еще так просто кардионагрузка. После тренировки еще, да? Не менее восьми километров, чтобы пробежать. Вот, то есть не менее восьми, это как минимум два раза в неделю бегаешь, да, такой объем. И вот все-таки в тренировочном, в такой подготовительный период, ты назвал понедельник-вторник и четверг-пятницу тренировочные дни. А среда, суббота, воскресенье как-то задействованы хотя бы бегами? Среда и суббота просто, как бы, это у меня все равно кардионагрузка идет. То есть бегаешь? Да, в среду стараюсь пробежать не менее 40 минут, вот, а в субботу, получается, это часовая нагрузка, то есть где-то в среднем должно быть километров 10 получиться вот так. Опять темп, ну, я по себе сужу, во-первых, возрастной и вес, и коленки бережешь все равно, как бы, я не бегаю быстро. Вот знаешь, как раз тут, давай немножко, ты сам назвал возрастной, вот какой у тебя возраст сейчас? В 41. В 41, да, ну, это прямо отличный пример, вот, я думаю, для большинства. То есть в 41, это, ну, я так уж сам отмечу, что это действующий чемпион России, чемпион мира, и, в общем-то, наверное, один из лидеров нашей сборной даже так. То есть это действительно хороший пример будет, ну, как минимум для подрастающего поколения. Ну, и вот немножко все-таки кажется мне по твоим тренировкам, как-то у меня такой внутренней насыщенности нет. Вот эту информацию, которую получил, хотелось бы именно донести те объемы, которые ты выполняешь за тренировки, на мой взгляд, они просто огромные. В сравнении, вот, наверное, с большинством людей, с которыми я общался, спортсменов, ты на тренировках, ну, прямо очень много поднимаешь. Вот, ну, немножко еще расскажи вот о каких-нибудь, о методиках тренировок, возможно, на примере какой-нибудь тренировочной недели даже, вот как-то так. Во-первых, ну, давайте по классическому, именно расскажу по классическому двоеборью. То есть, как бы мы, я стараюсь в начале недели, допустим, в начале недели, первую часть недели я выполняю интервальные подходы. Интервальный подход, ну, это, то есть, короткие там, и опять идут они объемы, увеличиваются. Вторая часть, как бы вторая часть недели выполняю длинные подходы. То есть, на длинные подходы и именно на выносливость. Ну, опять же, стараюсь держать рабочий темп. Рабочий темп у меня, допустим, в толчке 16-17. Это 32-ки? 32-ки, да. Да, но плюс к этому я, допустим, стараюсь, если так относительно 5 минут толкаю, допустим, 6 минут толкаю, стараюсь держать плюс 1 к рабочему. То есть, мне, допустим, за 6 минут получается там раз 108, чтобы наталкиваешь. Допустим, 7 минут я толкаю, 7 минут это 122 набираешь. 8 минут я толкал, пробовал 18-м темпом, у меня выходило 140-145, то есть, как бы по объему тренировок. Ну, очень внушительно. После, потом, допустим, получается, заминочку делаешь, либо 24-ку 5 минут, либо 24-ку просто 100 раз, либо 28-ку 100 раз. То есть, заминочки такие вот, они у тебя все-таки прослеживаются всегда, да? Они постоянно есть, то есть, как бы еще дополнительно. Они даже, когда идут интервальные тренировки, то есть, я работаю короткие подходы, там, допустим, 32-ки, 12-15 подходов минуту через минуту, да, с темпом, плюс 2, плюс, грубо говоря, плюс 2 к рабочему. То есть, к 17-ти плюс 2, это 19-й, 20-й темп, ну, стараюсь работать так, ну, и плюс в оконцовочке тренировка идет, допустим, 28-ка, либо 24-ка 5 минут заминка. Либо идет заминка, я должен толкнуть, там, 120 раз 24-ку. Угу. Ну, в общем-то... Плюс, допустим, когда соревновательный период начинается, мы стараемся придерживать, там, рабочий идет, я, допустим, толкаю 2 подхода по 100 раз, 32-ки. Стараюсь где-то с регламентом времени, где-то порядка 5 минут между ними. То есть, а, между ними. Между ними. А 100 раз за сколько примерно выходит? А 100 это выходит где-то, если 17-й, 18-й темп, ну, 6 минут. 6 минут, то есть 2 по 6, через 5 примерно. Да. И потом заминку делаешь 24-ку, 10 минут. А вот еще интервальные тренировки, ближе к соревнованиям, примерно, вот, принцип сохраняться? Нет, уже ближе к соревнованиям, как бы, от интервалов уходим, от таких вот, потому что там переходим больше на длинные подходы. И вот еще по длинному циклу. Вообще, по твоим результатам складывается впечатление, что он у тебя все-таки не основной, а скорее какой-то, наверное, такой, ну, может, даже принцип у вас в команде, что все выступают и в цикле, и в двоеборе, и в эстафете еще. Вот, для тебя все-таки к длинному циклу отношения, какое, так же серьезно относишься, как к двоеборью, или же как это в тренировке? Я выступаю, как бы, в длинном цикле, но он не является основным, хотя у меня результаты там, там, 88, у меня лучший результат по циклу, да, то есть выполнял это и международник по нему, вот, но он не является основным, я его использую больше как функциональный, развивает функционал. Да, а вот тогда такой закономерный вопрос, цикл у нас все-таки соревнования в длинном цикле на первый день, а двоеборья уже, а, ну, у тебя, получается, в твоем случае через день. Ну, последние что-то разы у нас получается на следующий день. А, ну, тут в связи с урезанием весовых категорий, да, получается на следующий день. Тем более, не боишься ли ты вот в плане недовосстановиться после длинного цикла в своей основной дисциплине? Ну, вот, как бы, уже сейчас, уже сейчас задумываюсь об этом. Ну, в смысле, в связи с чем? В связи с тем, что, если, вот, допустим, если, когда есть день, то есть, как бы, перерыв есть, хватает, я, допустим, как бы, восстанавливаюсь. Ну, то есть, именно... На следующий день, конечно, сложно выступать, да. Ну, ни в коем случае не с присутствием возраста. Да. Понятно. И дальше вот еще, вот раз такие большие объемы тренировочные, опять же, такой закономерный вопрос, как восстанавливаешься? Вот какие используешь восстановительные процедуры? Ну, во-первых, в воскресенье я стараюсь, как бы, придерживаться того, что у меня, я езжу, у меня сауна, это раз. Во-вторых, как бы, где я тренируюсь, у меня есть возможность пользоваться массажем. То есть, я стараюсь хотя бы раз в неделю, два раза в неделю хотя бы ходить на массаж. Ну, и... И плюс еще, соответственно, ну, соответственно, не будем забывать, что это спортивное питание, да. Ну, вот, снял с языка вопрос, да, то есть, как профессиональный спортсмен, то есть... Ну, во-первых, как бы, на этом, на спортивном питании нельзя экономить, я никого не призываю, но без... Для профессионального спортсмена обязательно он должен присутствовать в рационе, соответственно, и в период подготовки, межсезонье, все равно спортивное питание использую. Использую аминокислоты, использую эти витаминные комплексы, использую препараты для восстановления суставов. А вот тогда как раз из спортивного питания скажи, как относишься к креатину? Насчет него много споров, нужен ли он гиревикам? Вообще, я, как бы, креатин не использую. Не использую, потому что мне приходится постоянно даже сейчас бороться с весом. Ну, это... И, грубо говоря, креатин задерживает воду, и... Он мне, как бы, фактически для набора массы, он мне не нужен. Понятно. Вот как раз о массе ты сам заговорил. Возвращаясь немножко назад, на момент твоего перехода из пауэрлифтинга, ты весил там сначала порядка 110 килограмм, потом... Ну, вообще, когда я пришел, просто восстановился, и когда захотел возвращаться в гиревой спорт, я весил 125. 125 даже, да? Вот сейчас ты выступаешь в вес... Ну, сейчас поменялась весовая, но, грубо говоря, ты сейчас весишь до 95 килограмм. Как это? Вес ушел сам с такими тренировками или это сгонка? Нет, сгонкой я, как бы, непосредственно не занимаюсь, вес уходит от тренировок. Потому что, будем говорить, что в 2011 году, когда я пришел, начинал 110 килограмм, 105 килограмм. Потом, в 2012 году я пробовал скакать из веса в вес. То есть, как бы, из весовых тогда была весовая категория 105 и плюс 105. Я пробовал выступать и в 105, и плюс 105. А то на одних соревнованиях, по-моему, национальных в Питере выступал. Сначала в цикле выступал плюс 105, а второй день выступал уже до 105. Еще так разрешили. Можно, да, было. Потом уже в 2013 году, как бы, мы пересмотрели план тренировок. Увеличили, может быть, объем тренировок, увеличили, может, кардионагрузку. Вес начал уходить. То есть, потом мы уже, я оттуда уже не бегал. То есть, у меня в 2013 году вес был 90-90, как он сейчас рабочий. То есть, у меня рабочий вес в среднем 91-94 килограмма. Чем больше набираешь, сложнее получается дышать. А чем меньше уходишь с этого веса, то есть, получается, нет мощности в толчке. Так, и вот тогда по результатам немножко. То есть, 2011 год, это, скажем так, был твой дебют на Всероссийской спортивной арене. Можно так назвать, да. И уже к 2014 году твоя первая победа, причем сразу чемпионат России, Кубок России, чемпионат мира. И вот, в общем-то, для таких результатов довольно короткий промежуток. То есть, получается, в 2011 году результат был. В 2011 году, я так понимаю, чуть-чуть за сотку перевалил толчок, да? В 2011 году, сейчас скажу, у меня в 2011 году первое соревнование в Рыбинске, 75 я толкнул. Ну, вот это еще, о которых мы говорили, практически еще без подготовки. Да, 115, у меня сумма была лучше. То есть, я по кандидату собирал. Потом мы с Михаилом Александровичем пересмотрели план подготовки. На чемпионате России у меня увеличился, я собрал сумму уже 150. Вот, это в 2011 году, да? Да, в 2011 году. А на Кубке России в Ельце я выполнил уже мастер спорта. То есть, там у меня была сумма 100, я 100 толкнул и по 60 порвал. Тогда 160 был мастер, ну, до 105 килограмм. Ну, и вот такой еще момент. Вот я сам вспоминаю, когда ты появлялся, как раз, наверное, те твои выступления первые, когда ты начал толкать за сотку, переходить. И вот прямо помню визуально твое исходное положение, локти не втыкались, ты выглядел немножко по-другому. Ну, если к сегодняшнему весу, наверное, плюс килограмм 15-20, да, это было. Вот, вот как вот вообще на тот момент, какие были мысли, что, как бы, были ли уже мысли о том, что прийти к каким-то прям серьезным результатам, бороться за лидерство на чемпионатах? Ну, наверное, на тот момент еще нет. У меня основная цель-то была преследовала то, чтобы выполнить мастера спорта по тем временам. Когда под сотку стал толкать, я уже, наверное, в 13-м году. И уже, ну... Нет, сотку как? Вот в 11-м получается уже? Ну, в 11-м, но еще как бы она сотка, это был крайний результат. А в 12-м году, то есть, как бы, я на Кубке губернатора толкнул 116, уже порадовался. В конце 12-го года. В 13-м году у меня вышло уже под 130 раз я уже начал. То есть, 136 я на Кубке губернатора, и первый раз я собрал мастера спорта международного класса, наверное. Ну, норматив, будем говорить, результат на чемпионате ЦС Динамо в этом, в Липецке. Это в 13-м году. Ну, тогда старый, он составлял 215 сумм, до 95. И там я уже вес потерял. То есть, там весил уже как бы 95, и у меня ушли грудные мышцы, ушел живот. То есть, руки у меня стали становиться... Ну, уже в фейкере. Да, растянулось, да. И потом, с 14-го года на национальных соревнованиях в Петрозаводске, я вот там показал сумму, там 141 раз, толкнулся 140 раз. И официальное выполнение международника где у тебя было? Официальное международника выполнял на чемпионате мира в Гамбурге. И сумма у меня там составила по темам 246. И дальше вот уже так, ну, дальше по годам пойдем. То есть, с 2014 года и, ну, по сути, по 2018 год все чемпионаты, Кубки России, чемпионаты мира, ну, по сути, ты выиграл все, не проиграл ни одного из лучших стартов. Вот. И, в принципе, еще мало того, что ты их все выиграл, наверное, практически большинство из них были, в общем-то, в борьбе. И при этом, особенно я бы вот отметил такой момент, как раз вот этот чемпионат Кубок России 2018 года, потому что там у нас изменились весовые категории. Весовые, да. Вот. Вот про весовые категории хотел бы спросить. Все-таки, то есть, последний чемпионат России, точнее, сейчас уже он предпоследний, 2018 года и чемпионат, и Кубок, кстати, ты выиграл уже в новой весовой категории свыше 85 килограмм, где собираются уже все сильнейшие спортсмены, которые раньше были в 95, свыше 95. Вот. Тут я хочу плавно задать вопрос. Все-таки твое отношение к вот такому урезанию весовых категорий, но хотелось бы услышать все-таки объективное твое мнение не как участника весовой свыше 85, а какое-то объективное мнение не только про 85, но и про категорию 78 килограмм. Вот. Что скажешь про такое объединение? Ну, как бы, если сказать, что объединились, что у нас увеличилось количество, это да. То есть, как бы, у нас стала борьба, здесь появилась и 85-ка, в 85-ти появилась борьба, и в 90-е, вернее, плюс 85-е появилась борьба. Да. Ну, как спортсмен скажу, что, допустим, мне приходится сложнее в этом. Да, допустим, как бы в 95-ке, можно сказать, да если до 95-ти категории, плюс 95-е, у меня до сих пор бы сохранял бы лидирующую позицию. Сейчас приходится бороться, как бы, и молодежь наступает на пятки. Также, ну, а 78-ку это порядка увеличило. Ну, с одной стороны, ну, это мое мнение, опять мое мнение объективное. Допустим, 78-ка, 85-ка стала сильной, 78-ки у нас ушли, или там 73-ка сильная, а 85-ка, ну, как показал последний чемпионат, не особен. Как и лидеры остались, а так и результаты снизились. То есть, ты хочешь сказать про массовость или про что? Я хочу сказать, что, допустим, лидеры у нас 85-ка, и 85-ка, и плюс 85. Вот сейчас. Но результаты снизились по сравнению с первой Россией, которая произошла, допустим, в Питере. С чем это можно связать? Может быть, отток спортсменов, что они едут на чемпионат России. Но можно ли это связать с урезанием весовых? Ну, я могу сказать, что с урезанием весовых категорий. В том числе, да. Так, ну и перейдем к 2019 году. В этом году, в отсутствии, ну, будем так говорить, наверное, лидера все-таки вашей весовой категории, на данный момент Ивана Маркова, ты стал вторым. Проиграл Диме Турищеву, у вас с ним такая соперническая история довольно длинная. Ты его раньше, соответственно, выигрывал, и выигрывал частенько в борьбе. В этом году ему удалось тебя обыграть, но твой результат в этом году был в сумме двоеборья на 30 очков меньше прошлогоднего. Вот как ты сам оцениваешь выступление, результат, и вот с чем это связываешь? То есть, в принципе, ты бы мог выиграть и этот чемпионат России. Что пошло не так? Ну, во-первых, может быть, я чуть-чуть переоценил свои силы, будем говорить, мы очень много стартов перед чемпионатом России, подготовка, допустим, тот же самый, начиная с зональных соревнований. То есть, ну, одна из основных причин, может быть, сказать. Переоценил свои силы, переоценил, может быть, возраст переоценил, может быть, еще что не так сильно восстановилось. Потому что я выступал в Рыбинске, выступил. Потом у меня был старт, у меня этап Кубка мира, я выступал. В Санкт-Петербурге? Да, в Санкт-Петербурге. Потом выступал на чемпионате Европы в Штольберге. И потом только вот уже чемпионат России. Ну, а по планам, то есть, был все-таки другой, планировал на другой результат на Санкт-Петербурге? Мне результат не устроил. То есть, и танцы, и планировал побольше. Да, там не очень пока интересны. Потому что на этапе Кубка мира я потолкал 160. Как бы и порвал, и рвок спал, получается. Ну, даже не могу чем объяснить. Либо все-таки перетренированность, либо большой объем выступлений. То есть, в принципе, дальше-то мысли какие? Ну, к тому же Кубку России сейчас... Ну, сейчас я иду полностью, начинаю сейчас подготовку. Потому что Кубок России будет... Кубок России планирую выступить в двух видах. И, соответственно, буду готовиться на чемпионат мира в Сербии. Так, то есть, и в качестве спортсмена вообще вот какие-то ближайшие планы на... Ну, назовем вообще на пятилетку. Что планируешь? Как их прожить? В качестве спортсмена, наверное, я планирую все-таки постараться повыступать. Хотя бы, если здоровье позволит, хотя бы годов до 45. Хотя бы так. Ты имеешь в виду в полную силу... Тренируешь, да. И продолжай бороться за высшие награды, да? И такой еще вопрос. Вот мы про Диму Турищева немножко затронули. Еще, ну, уже прозвучал и Иван Марков. Вот про Ивана Маркова хотелось бы что подметить. Он выступает тоже довольно давно. И, в общем-то, в очных соревнованиях ты ему тоже ни разу не проигрывал. И на чемпионате мира он показал, ну, просто ошеломительные результаты, установил рекорды мира. Ну, вы там выступали в разных весовых категориях. Но сейчас, скажем так, тему, вопрос его результатов мы пока затрагивать сильно не будем. Но раз он сам все-таки это публично в Ютубе обозначил, что сейчас появились вопросы по его допинг-тестам на чемпионате мира. И пока что вот его участие как раз в соревнованиях было приостановлено. Но решения пока нет. Подана заявка на вскрытие пробы Б. Ну, вот по поводу него, скажи мне следующее. Ну, раз все-таки ты в очных встречах ему не проигрывал, а сейчас вы будете выступать в одной весовой категории. Вот как мысли насчет него? Все-таки еще поборешься с ним? Или, скорее всего, будет не догнать его? Мне, конечно, будет сложно увеличить объем, допустим, тренировок. Увеличить. Мне единственное, поддержать свою физическую форму. И постараться, ну, последний результат, который я показывал в толчке, это вот в восемнадцатом году на кубке губернатора 171. Стараться сохранить или хотя бы к нему приблизиться, потому что очень сложно всегда поддерживать максимальный результат. Рывок у меня отстает, но рывок, мне надо тоже, как бы, это дело наживное. Если опять тренировки пересмотреть, постараюсь увеличить, хотя бы нужно раз до двухсот. Если... Ну, ведь, а 200 ты не рвал ни разу на соревнованиях? Не рвал я на соревнованиях ни разу 200. Самый большой 198 у меня на чемпионате России в восемнадцатом году. И сумма была 267. 267 тоже самая большая, да? Ну, а вот, кстати, не подтолкнуло ли тебя к этой сумме как раз урезание весовых категорий и ощущение того, что надо теперь бороться? Вот оно, скорее всего, это был первый этот. То есть, в твоем случае оно немножко тебя смотивировало, да? Да, потому что, и будем говорить, что, допустим, восемнадцатый год, ну, как результатом восемнадцатого года я доволен. То есть, все мои старты прошли на уровне, то есть, ниже мастера спорта международного класса у меня все результаты на всех соревнованиях не опускались. Все, что я поднимал, то есть, в двоеборе у меня все прошли. Все сезональные отборочные соревнования, чемпионат России, кубок России, чемпионат мира, все я показывал результат выше нового норматива мастер-спорта международного класса. А новый это 246, да? 246, поднятый как раз с восемнадцатого года. Так, ну и теперь так немножко тему поменяем. В сторону, ну, вот довольно многих спортсменов интересует, ну, наверное, тех, кто еще не достиг каких-то результатов. То есть, ты все-таки уже профессиональный спортсмен, и вот интерес вызывает жизнь с финансовой точки зрения. Ну, вот мы уже говорили, все-таки у тебя всю жизнь была основная работа, за счет которой ты жил. Но, тем не менее, вопрос, спорт приносит ли какие-то финансы? Ну, на данном этапе, да, приносит. Приносит. Это что? Это стипендии? Это, ну, будем говорить, если как, о профессиональном спортсмене, то есть, как бы у меня ставка спортсмена. Ставка спортсмена. И плюс доход от выигранных соревнований. То есть, за выигранный, а, доход где это? Региональный? Региональный, да. А, ну, то есть, это тоже какие-то поощрение? Да, поощрение именно от комитета по спорту, будем говорить, от Министерства спорта Калужской области. Ну, какие-то суммы примерно будем называть или? Ну, я думаю, не надо, не будем их озвучивать. Пусть, хорошо. Так, ну и дальше вот. Потому что в каждом регионе. Ну, они разные. Они разные, да. И как же, одним на одно, второе. Ну, плюс еще, допустим, на настоящем этапе и часть тренерской деятельности. Все, мы же продолжаем. Как раз ты все у меня, весь разговор прямо сбиваешь. Мой следующий вопрос. То есть, сейчас как раз перейдем к тому месту, где ты, в общем-то, живешь, к Тульской области. И к гиревому спорту в Тульской области. То есть, насколько я понимаю, сейчас ты главный активист там. Нет, помимо тебя нет ни секций, ни тренеров. И вот спортсмены только начинаются благодаря твоему участию. Вот немножко расскажи, что сейчас вообще в Тульской области с гиревым спортом. Ну, на данном этапе, как бы, только в стадии развития. То есть, все было утеряно в начале 90-х годов, с 89-го года. То есть, будем говорить, что в 86-м году гиревой спорт в Туле был. И с 89-го года его не стало. Все. И до настоящего времени его как бы еще культивировали, хоть с 99-го года на ЦС. Ну, по чемпионате Динамо было, то есть, наш внутренне, областного. Вот. Ну, а с этого года даже из областного совета Динамо брали гиревой спорт. То есть, как бы, сложно с этим. Ну, в этом году я подал документы и открыл региональное отделение в Тульской области. Провел первый чемпионат с помощью, конечно, грубо говоря, директора Олексинского химического комбината. То есть, уже какая-то поддержка есть? Ну, была поддержка и огромная поддержка, потому что без него бы я не провел бы этот чемпионат. Потому что, конечно, охота, чтобы была массовость, но массовость, мы сами понимаем, что нужно, допустим, развивать детский спорт. Ну, конечно. Хотя бы начинать с открытия отделения какой-нибудь спортшколы. Ну, опять же, а в плане массовости сколько было на чемпионате Тульской области человек? Будем, говорят, порядка 80 человек. Вот. Неплохо. Ну, опять же, я приглашал людей. Приглашал с других областей? Приглашал с ближайших. Я приглашал, допустим, там, с Коломны приглашал, приглашал. Калуга я не брал. Ну, вот, в стулы, вот, говорю, стулы. Ну, и плюс, там, допустим, основные участники были, это бывшие, ну, как, действующие сотрудники правоохранительных органов. Ну, тем не менее, для начала, хоть и был чемпионат собран с соседних регионов, но 80 человек, это неплохо для начинающего региона. А вот в плане, ты затронул в плане тренерской деятельности, то есть ты сейчас ведешь уже... Нет, я как бы веду, допустим, тренер... Ну, тренировки я веду среди детей, это, наверное, на протяжении уже, наверное, с 2008 года. До этого и лифтинг был, я, допустим, как бы был тренером-преподавателем по паралифтингу, а потом он сейчас переквалифицировался, и, наверное, с 11-го, не с 11-го, с года, наверное, с 13-го веду сам уже секции по гиревому спорту. И что с результатами есть какие-то? Ну, как, мастер спорта мной подготовлен, кандидат, ну, стараюсь, я, конечно, провожу тренировки еще с ребятами, которые онлайн, будем говорить, что так онлайн. Есть такие результаты? Да, звонят они, звонят, пишу планы, разговариваю, то есть у меня тренируются ребята и в Москве тренируются, и тренируются в Самаре. Ну, да, сейчас такая практика становится все более, все больше развивается. Ну, да, чтобы как бы доступности нету, потому что в маленьких городах, говорите, что, ну, мало, у нас именно мало людей, которые могут заняться, и слишком много видов спорта, которые оттягивают на себя. Ну, и вот сейчас, когда ты уже оставил службу в правоохранительных органах, то есть какие планы вот именно по развитию гиревого спорта в Тульской области? Ну, мне, во-первых, поступают предложения сейчас, сейчас не знаю, как у нас закончится, не закончится, с ремонтом. На базе управления Росгвардии в городе Туль, они там обещали выделить спортзал и закупить оборудование. — Именно для секции гиревого спорта? — Да, именно секции гиревого спорта, чтобы там, и, во-первых, чтобы взять, обучать ребят СОБРа, СОМОНа, ну, и, соответственно, туда набрать постараться детей. Пусть даже детей сотрудников, хотя бы. — Но это в самой Туле? — В самой Туле. Ну, придется мне ездить, как бы переквалифицировать немножко, переквалифицироваться. Ну, опять нужно подготовить, будет ребят, которые могут мне помочь там. Именно тренерский штат нужен. Ну, соответственно, у меня направлена работа на то, чтобы я должен получить сейчас судейскую категорию, чтобы проводить полноценные чемпионаты даже области и другие соревнования, чтобы можно было присваивать спортивный разряд. — У тебя три сына, правильно? Вот что скажешь по ним? Хочешь ли ты, чтобы они в плане спорта пошли по твоим стопам? — Ну, в плане спорта, конечно, хотелось, потому что двое у меня не занимаются. — Не занимаются? — Занимаются именно гиревым спортом, потому что средний у меня. Маленький еще пока... — Еще маленький? — Еще маленький, да. Мы его пока четыре с половиной года, он еще до гири его не допускаю. — Ну, а то есть двое уже занимаются? — Ну, старший у меня кандидат в мастера спорта. — Ну, то есть, в принципе, верная дорога идет? — Ну, будем надеяться, что будет. А если осилит? Потому что мог бы, если приложил бы усилия определенные, мог бы, конечно, уже приблизиться к мастеру спорта. Но сейчас у него такой, как бы, он поступает, поступает тоже в ведомство. — Ты имеешь в виду в... — Не в МВД, но в силовое ведомство. Сейчас он подал документы, ну, как документы проходит, да, сейчас же конец, он 2001 года рождения, вот он в этом году поступает. — Ну, занятия спортом планируют продолжать? — Ну, я надеюсь, что там продолжат. — Хорошо. Ну, и такой вопрос еще ты в последнее время. Опять-таки, подчеркнем, что, оставаясь спортсменом высокого уровня, начал проявлять себя в работе Всероссийской Федерации гиревого спорта. И вот, в частности, в работе антидопинговой комиссии, ну, и вот как-то сам уже подчеркнул, в качестве судьи уже на многих соревнованиях присутствуешь, и уже, наверное, недалек от получения Всероссийской судейской категории. — Ну, да, я прошел уже, наверное, три этих... — Вот. — Три семинара, да, как бы, вот. — Даже лишь бы там нужно было два, по-моему, насколько я знаю, да? — Вот. Ну, то есть, осталось набрать несколько соревнований, и уже получишь это звание. — Вот. Каковы планы в сторону работы, ну, назовем так, организационной, ну, вот такой внутри Федерации? — Ну, как бы, я планирую на данном этапе, все равно, как бы, спортивная карьера, она или поздно закончится. — Я, как бы, планирую с этого года у меня, во-первых, с 19-го года я включен в состав тренерский штаб, тренером юношеской сборной я являюсь. Вот. Плюс у меня возложена дополнительная нагрузка по поводу взаимодействия по антидопинговому обеспечению Всероссийской Федерации, Мир его спорта, и взаимодействию с РУСАДО. Вот. Ну, судейское — это, как бы, отдельный разговор. Мне нужно действовать отдельно, чисто для регионального отделения. А я планирую все-таки основное, чтобы пройти еще, наверное, обучение по взаимодействию с РУСАДО, то есть, чтобы более плотно и заняться этим вопросом. — Ну да, там, в общем-то, вопросы допинг-контроля, они всегда такие... — Ну да, серьезные, как бы, да. — Требуют знания предметной области. — Ну и вот по тем сборам, которые сейчас прошли перед первенством Европы среди юношей, ты в первый раз там был в качестве тренера, одного из тренеров сборной команды Европы. — Это официально, как бы, да, официально, а вот я уже участвую на юношеских сборах уже, можно сказать, второй год подряд. То есть, в том году, когда они ездили в Велспис, и в этом году я уже непосредственно вместе с ними выезжал в качестве тренера в Париж. — Ну и вот об этой работе непосредственно на сборах. Пару слов, что там, как сборы проходят, какая твоя роль на этих сборах? — Ну, непосредственно, но, допустим, у нас старшим тренером является Трофимов Михаил Александрович. Я являюсь вторым тренером именно юношеской сборной. Ну, мы проводили в этом году, наверное, в этом году были сборы более сокращенные, 10 дней они. После чемпионата России сразу, то есть, у нас выпал так чемпионат России, сборы и сразу же поездка в Париж. То есть, фактически, весь июнь я провел в разъездах. Ну, там непосредственно с юношеской сборной у нас, считай, все 10 дней проходят, как в лагере пионерском, но со своим режимом, со своими тренировками. То есть, там, фактически, у нас две тренировки в день. Так, помимо не считая зарядок. — То есть, объем тренировок очень хороший. — Объемный, да, мы соблюдаем. Ну, опять же, говорим о том, что в Крыму очень сложно тренироваться в летний период. Да, в летний период. Во-первых, будем говорить еще открыто, что сейчас в Крымском происходя происходит реконструкция. И для тренировок приходится приспосабливаться, и тренироваться приходится, будем говорить, на улице. — Понятно. А вот как с точки зрения отношения юных спортсменов, детей, членов нашей сборной, к тебе как к тренеру? — Я уже, будем повторяющий, второй год подряд, и многих я уже знаю. — Ну, то есть, они относятся с уважением, все, что задачи ставятся, выполняют. — Ну, конечно, конечно, да, тут как бы вопросов нет. Я все-таки как бы тоже старше, имею определенный авторитет. — Ну, хорошо, тогда как бы пожелаем дальнейших успехов во всей многогранной жизни. Ну, и чтобы хорошо трудился на благо гиревого спорта. — Постараюсь. — Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok